Зажигательным спортивным баттлом встретили интинцы Всемирный День Здоровья. Любители, что называется ЗОЖ, попробовали свои силы в соревнованиях по фитнес-аэробике, которые приурочили к столетнему юбилею республики. В состязательной программе фитнес, степ, аэробика, шейпинг и даже зумба. В фитнес-шоу приняли участие 8 спортивных и танцевальных коллективов, а также интинцы разного возраста и профессий. Елена Кононова не осталась в стороне. Здесь нет профессиональных спортсменов. Фитнес-шоу собирает людей самых разных специальностей и возрастов. Здесь и предприниматели, педагоги, медики, чиновники и пенсионеры. Всех объединяет общее увлечение – спорт. Татьяна Хатанзейская уже на заслуженном отдыхе. Фитнес пришла год назад за здоровьем и сразу затянула. Мы тренировались очень много, потому что кажется, все это просто и быстро, но нет, мы тренировались, старались, репетировали часто. И вот сейчас мы вам покажем, как мы танцуем, разминку делаем. В спортивном баттле 8 команд все представляют яркие зажигательные номера с комплексом упражнений и элементами танцев под ритмичную музыку. Направление у каждого коллектива свое. Одни выбирают самый грациозный и эстетичный вид спорта – бальный танец, где в движениях раскрываются чувства и страсть танцующих. Другие – зажигательную зумбу. Это и кардиотренировка, и крепкие мышцы, и никаких лишних килограммов. А главное – всегда отличное настроение. Я занимаюсь зумбой уже четвертый год. Об этом узнала от своей подруги. На первом занятии мне очень понравилась энергия, которая царит на каждой тренировке. И всегда заряжаешься на каждом занятии от тренера и от всей группы. Настроение поднимается и забываешь о всех своих проблемах. А этот вид спорта, казалось бы, совсем детский. Последние годы все больше набирает популярность среди взрослых. Джампинг или прыжки на батуте. Он укрепляет не только мышцы, но и вестибулярный аппарат, и сердце. Для меня это более динамичные движения, доставляют больше радости. Я пробовала заниматься и фитнесом, и степом. Потом, мало того, они более щадящие для опорно-двигательного аппарата, эти упражнения. Ну и вообще приносят радость. В последнее время все больше и больше интинцев становятся приверженцами здорового образа жизни. Группы здоровья, как правило, укомплектованы уже в начале спортивного сезона. Активный образ жизни у нас интинцы ведут всегда, но заметно очень, что у нас увеличивается количество групп, увеличивается количество людей, которые посещают эти группы, увеличивается, улучшается мастерство этих групп. Поэтому это радует. И для того, чтобы еще люди приходили и видели, что у нас есть определенные виды группы танцев, аэробики, фитнеса, поэтому мы проводим такие мероприятия. Интересные программы, отличное настроение, спортивный праздник делают незабываемым. Под конец торжественное награждение. Все участники получают благодарственные письма и полезные подарки. Елена Кононова, Татьяна Манова, Евгений Михалкович, телеканал Юрган, Инта.